Я не знаю, стоит говорить микрофон или вы прекрасно слышите? Я думаю, что так слышно, но нормально. Слышно? Когда, как я вижу, здесь много знакомых лиц, да, все прекрасно понимаете, это у нас становится доброй традицией именно на базе туризма информационного центра Санкт-Петербурга принимать дорогих нам гостей аналогичных органов власти либо представителей туристов и других регионов, республик и стран. На сегодняшний день у нас в гостях это органы власти, отвечающие за развитие туризма Республики Трестан. Я, владея с министром развития туризма, это Исаевну, Магомедом Исаевичем. Я думаю, он представит своих коллег, с которыми он сюда приехал. Но единственное, я хотела бы сказать, как преамбула, что еще в 2007 году было подписано соглашение между Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургом. В рамках данного межправительственного соглашения существует план реализации мероприятий. Это в области экономики, спорта, образования и в том числе, конечно, туризма. И в этом плане есть определенные мероприятия, которые мы должны совместно с Министерством развития туризма Республики Трестан и Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга реализовывать. Но вы, как знаете, это традиционно является и сам обмен пресс-турами, пром-турами, взаимное участие в выставках. Я думаю, с Магомедом Исаевичем мы сейчас поговорим о том, чтобы мы могли взаимно проводить социальную рекламу туристской привлекательности у нас в Республике Трестан, а в Дагестане — в городе Санкт-Петербурга. На сегодняшний день, я могу сказать, мы, Комитет по развитию туризма, со всеми с кем подписаны соглашения, направили письма о возможности размещения социальных реклам. Это на местном телевидении, регион, республик, стран, на белом городах, о привлекательности Санкт-Петербурга. В то же время, в ответ, и мы на территории Санкт-Петербурга готовы продвигать эту республику эстимацию. Что можно сказать о Дагестане, о Дагестане, республике? Конечно, лучше всего скажет это Магомед Исаевич, но я с определенным даже восхищением могу сказать. Это южная, самая южная точка практически находящаяся в республике России. Это, конечно, уникальная природа, причем у них прекрасный выход, что у нас очень выход много. И если говорить о том, что такое туризм на Дагестане, я так признаю, как стратегический отрасль экономики, потому что, как я видела из информации, почти один процент средств поступает от туристской отрасли. Для Санкт-Петербурга туризм, это тоже является приоритетным направлением. И на сегодня много делается для того, чтобы развивать туристскую отрасль, чтобы создавать, строить и пускать в эксплуатацию объекты показа и строить гостиницы. Ну и для Дагестана буквально два слова хочу сказать. Сейчас разрабатывается программа строительства, да, вот у Санкт-Петербурга трехзвездочных гостей, двухзвездочных гостей. При этом определенная преференция, и вот сейчас как раз на рассмотрении законодательного собрания проекта закона о налогах и львотах для инвесторов. Ну и, конечно, когда мы стоим в преддвериях мегасобытий, которые у нас в 2018 году чемпионат мира по футболу, в который город готовится, конечно же, мы должны быть на всеобщее наружении. Но я не буду говорить сейчас о Санкт-Петербурге, вы об этом знаете сами прекрасно, мы уже не первый раз встречались, мы проводим много мероприятий. Я тогда сейчас слово передаю нашим уважаемым гостям, министра туризма, Исаевна Магомедов Исаевича. Пацаны, можно следить, а не судить? Да, можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Стоим буду вас лет. Вообще человеческий фактор, это многое, причая в этой жизни, мы, конечно, не только, но и дагестанцы. Вся Россия любит петельцев, вы это хорошо знаете. У нас есть одно общее дагестанцы и петельцевые, точно так же любите гостей, как и дагестанцы. И также уважительно относитесь. И, кроме того, последние годы с приходом главы судя Кремлова Горького Радыща, он здесь учился, он человек, который очень редактно относится к Петербургу. Поставленная задача, на самом деле, развивать тесно и туристические, и другие возможные отношения между Петербургом и государственным местом. В качестве министра я, наверное, где-то дней 10, до этого, до этого, работал председателем комитета по туризму где-то год полтора, потом я ушел заместитель председателя по туризму и 4 месяца работал, с 28-го числа. Где-то в сентябре еще было создано министерство, это объединив комитет по туризму и художественные промысли и Ромезон Гурабыч, если честно, где-то до Нового года, пока я перенес, мне нужно было на самом деле этой отрасли, которую я очень внимательно в свое время изучал, отрасли, которые, на самом деле, имеют перспективы развития для Дагестана и вернулся туда качественные истки. И первая поездка, первая рабочая поездка, это все время получается к вам сюда, я что хотел бы сказать. В самом деле, в итоге, возможности России, конечно, для развития туризма огромные, имея это потенциал где-то 3-4-5 процентов на сегодняшний использование в России, нам, конечно, нужно больше общаться, больше развивать внутренний туризм. для этого у нас есть все необходимые условия, вот, наверное, прекрасно, наверное, видели, слепили, у нас было 2000-летие депринта, тем как мы сами его отмечали, отмечала вся Россия. После 2000-летия депринта было приглашение Владимира Владимировича Кутина, чтобы мы могли его показать в Москве, и его показали в Москве, 2000-летие депринта, потом мы могли приглашение в Францию, там мы его показали, и, конечно, последние годы, и, конечно, и фронтический сегодня позволяет развивать туризм в Гагистране, и желание самого нашего первого руководителя Владимира Владимировича, что он и в госсаменте, и в своих посланных обозначил именно нужно обозначить развитие внутреннего туризма, это имеет огромное значение, и мы, как чиновники, люди, которые поставлены для развития этой отрасли, даже не было все, что возможно и невозможно. Но от нас, конечно, без кур-операторов, без тех людей, которые здесь сидят, очень мало, что зависит, больше развития туризма на сегодняшний день не только имеется в виду в Дагестане, но и во всех областях России, где больше работает туроперят, больше общает неслежность с тобой, там, в самом деле, туристическая область, она больше двигается, и больше, конечно, сегодня есть возможность ее развития. Ну, в Дагестан сегодня, если честно сказать, мы можем где-то на 100% не готовы принимать такой поток, там, миллион или миллион туристов сегодня, но где-то в пределах 500-600-600-600 туристов в год принимать качественно и да, туристов принимать год и оказать нормальный уступ, и мы сегодня готовы. Есть у нас богатое меню, это горные направления, это сегодня и море, очень много по туристическому туристическому классу мы сейчас разрабатываем, это Кизлярская зона на сельске 17 тысяч гектаров безрекальная площадь, где рыбалка охотно мы сегодня разрабатываем, это храневка бонологические места, это острый Чечень, который 18 километров по морю, который сегодня имеет в виду местность, которая на сегодня действует природа, которая в самом деле еще иногда очень редко наступает для туристов, которые интересны, ну и конечно это шалпуз, брат и аритра для экстремального туризма, для горных направлений и для других развития видов медицингов, и для спортивных видов, и для туристических и горных направлений, оно у нас на следующий день можно покажать для всех желающих. я думаю, что сегодня в принципе здесь приехал, вот все, кто оператор встретит, еще мы сами приезжаем, начали разрабатывать этот маршрут, посмотрели, и после этого можно конечно на другой русском месте начать лично. Спасибо, с вами очень довольствием. Давай перескать. Спасибо. 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 Макая Десаевич. Я хочу полную должность Макая Десаевича министра культуризму и народных художественных промыслов. Такое новое министерство с тем, что именно с акцентом на наше уникальное национальное искусство Дагестана. Но я еще раз хотела бы поприветствовать дорогие друзья, уважаемые коллеги, еще раз хочу поприветствовать сидящим в этом зале представителей туристового сообщества наших коллег из Санкт-Петербурга, которые по праву называют уникальной культурной столицей России. И вот, как Макая Десаевич сказала, сегодняшняя встреча она символична и в нынешних уникальных условиях, которые дают новые возможности для развития внутреннего туризма. Мы уверены, что вот такая взаимная встреча несет хороший вклад в развитие сотрудничества, взаимодействия в среде туризма, укрепление местургиональных связей, рост заемных туристских потоков, увеличение внутреннего и везеного туризма. И разрешите представить вашему вниманию короткую презентацию туристской регуляционной возможности Дагестана. Республика Дагестан является одним из наиболее привлекательных, колоритных и самобытных регионов России. Испокоен веков Дагестан притягивает к себе вещественное количество путешественников, художников, поэтов, писателей, неповторимой и уникальной культурой искусства народа в нашей республике. Здесь каждый народ сократил свои давние традиции, фольклор, народные промыслы и этнолигуистические области. Удивительная по насыщенности событиями история Дагестана оставила свой след в виде огромного числа памятников. Согранившиеся старинные крепости и сторожевые башни сменяются раскопками древних городов. Дагестан это музей под открытым небом. Здесь каждое село имеет свою историю. Высокопорный аул Царграз именит какого-то фоцами. Аул Балхар славится на весь мир своими гончарными изделиями. Кубачи Козьму с лотокузнецами и оружейниками. Анди Бурками. Южный Дагестан мастерами по ковракачеству. Это город Дербек это Басаранский район. Хивский там много территорий занимается именно ковракачеством. Газар имену скульювелирными изделиями, которые снискали себе заслуженную славу и почет на многочисленных выставках яблок мира. А их изделия стали самой узнаваемой и знаменитой визитной карточкой страны города Дагестана. В республике насчитывается и охраняется государством 6474 памятника истории, культуры и архитектуры. Из них 1960 это федерального значения. Более 600 памятников используются объекта показа. Дербент второй по величине и значению города Дагестана это уникальный музей-заповедник древнейший город на территории России со знаменитой цитадемой крепостью Нар-Никола VI века признанной ЮНЕСКО памятником мирового значения. Памятники Дербента по своей монументальности и поразительной грандиозности инженерно-фортификационных и архитектурных и должных качествах являются выдающимся образцом мировой строительной техники оборонного зодчества. 19 сентября этого года состоялось грандиозное празднование двухтысячелетия Дербента в котором приняло участие более 5000 гостей республики и надо сказать что большая демендация города Санкт-Петербурга также принимала участие в этих мероприятиях. Своего двухтысячелетия город преобразился реконструированный и приобретении достойной культурно-исторические объекты появились новые привлекательные для туристов отрамы парки аллеи красивые улицы площадки музеи развивается туристская инфраструктура ежегодно вводятся в строй новые объекты после юбилейных мероприятий город стал местом настоящего паломничества туристов как жителей Дагестана так и гостей разных регионов страны иностранных гостей вы знаете у нас мы столкнулись буквально после празднования тысячелетия Дербента с той ситуацией что не хватало гидов не хватало экскурсовода и для того чтобы поучаствовать побывать на экскурсии в цитадели выстраивали сурчинги конечно это проблема но эта проблема нас очень обрадовала потому что мы ее решим уже к этому в ближайшее время но это вселяет надежду Дербент стал ключевым объектом международного проекта страны Китая Великой Шелковой Путь разработаны новые специализированные туристские маршруты Дербент 2000 после дан Великого Шелкового Пути ворота кавказа на пересечении миров Махачкала Дербент Махачкалу Впервые за многие годы организованы туристские маршруты по железной дороге начало это положил в преддверии празднования 2000-летия Дербента туристки поезд Сочи-Дербент который в апреле 2015 года привез на Дербентскую землю туристов из Москвы Сочи Волгоград Старополя в том числе из Санкт-Петербурга были там несколько туристов а также из Народной Республики Китай ну надо сказать что 4 таких поезда состоялось в 2015 году в этом году мы уже на постоянной основе планируем эту программу проект Раввибай и надо сказать что проведенный мониторинг показал что в 2014 2015 году вообще 2015 год у нас был уникальным по росту числа туристов которые приехали у нас на 30% повысилось число весного и внутреннего туризма то есть у нас если в прошлом году было 380 человек 580 430 человек у нас по итогам 2015 года численность туристов и из них после регионов СКФО вот если по составу да из значит на первом месте конечно это туристы из региона то есть это Москва южнофедеральный округ а затем как и для ни странно жители Санкт-Петербурга вот казалось бы здесь есть что посмотреть но видимо все-таки наше море и наши горы привлекают туристов из Санкт-Петербурга хотя большинство из них подавляю это неорганизованные туристы высокий потенциал наращивания имеет достаточно традиционный для республики культурно-исторический и этнографический туризм он может стать альтернативой пляж туризму уже традиционно в общем-то для нас тоже так как он не носит явный характер сезон мы наблюдаем устойчивую тенденцию развития интереса к этому виду туризма как среди дагестанцев так и гостей из регионов России и ближнего и дальнего зарубежья немаловажную роль в этом играет активное продвижение в информационное поле и на лучшее российского международного туристского рынка позитивных туристских брендов Дагестана ключевыми из которых является Бренд Дельбек 2000 надо сказать что мы очень надеемся что хоть немного мы смогли изменить общую настроение интернет просто что очень много было и роликов позитивных и очень много туристов которые приезжали тоже по социальным сетям и дарм развивали и вот надо сказать новый вот один из таких новых маршрутов разработанный совместно с федеральным туроператором клуба путешествий Михаила Кожухова он именно с акцентом на традиционные наши национальные ревесла на традиционные этнокультурные наши возможности национальные ревесла национальный фармёр кухня и вот этот маршрут был разработан в октябре месяце вместе с Михаилом Юрьевичем Кожуховым и с апреля этого уже года мы на постоянной основе будем принимать группу туристов Михаил Юрьевич подтвердил и уже значит будет направлять нам туристов конечно вот именно такого порядка маршруты наверное наиболее интересны для определенного сегмента туристов Дагестане в Дагестане создают точно множество удивительных памятников природы являющихся предметом эстетического модула это самый большой в мире один настоящий песчаный мархан старый единственный в России субтропический лиаловый лес дельта реки Самур Суларский каньон по глубине превышающей надмитой колоразии глубина 1500 метров местами более 2000 метров удивительный кубский пеоловый город представляющий собой естественные природные сооружения столбом на северном Кавказе горное порелевое озеро Костяной Ам множество больших ваннов водоохладов горной части республики список можно перечислять очень долго уникальность перспективного реакционного региона состоит именно в сочетании горы и моря что позволяет организовать веснообразные виды туризма и воздуха учитывая климатические и лоржавные особенности республики в Дагестане есть большие перспективы развития не только традиционного пляжного туризма но также и зимних горно-лыжных видов туризма мониторинг общественного мнения в республике также показывает устойчивый рост популярности экстремальных видов туризма в Южном Дагестане наверное многие уже знакомы с этим тоже расположен уникальный горный комплекс представляющий собой большой интерес для альпинистов любого традиционно международные соревнования по альпинизму ну это Ярыда Базар-бюзей Шалпуздал это уникальные наши горные осель горная гряда и вы знаете ежегодно это проходит соревнования и кстати сказать альпинистские клубы ПИТ Санкт-Петербурга традиционно принимают очень активно участие в этих соревнованиях все хорошо знают именно эту горную виду И еще наверное было бы интересно сказать что мы проводили заезды туристов в новогодние дни казалось бы пляжный отдых это все-таки летний сезон но тем не менее в новогодние дни республика была также очень востребована у нас два таких крупных горнолыжных центра это горнолыжный курорт Червчаро и второй горнолыжный центр Терменли они были просто забиты вот до на 150% потому что не хватало ни таляга проката то есть мы в этом видим очень-таки архитические прогнозы неповторимая флора и фауна богатые урожаи ассортимент экологически чистых плодов овощей и ягод обилие разнообразных прекрасных ландшафтов является основой для развития сельского агро-экотуризма для Дагестана для около 55% это жители сельских районов тогда как средний по России 27% развития данного сегмента может стать мощным инструментом сохранения развития уникального дагестанского села который сегодня тоже интересен в общем-то и туристу создание рабочих мест развития сельского бизнеса и так далее значительными темпами развивается в республике охотничьи рыболов и агроизм вот мы Магарисович наверное подробнее может быть скажет потому что он большой любитель сам этой рыбалки и по его настоянию в традиционном республике мы уже стало республиканский фестиваль рыбалка на Атрахани то есть есть уникальные места для любителей этой рыбалки в этом году в октябре этого года состоится уже третий фестиваль рыбалка на Агрармане вы знаете хотя мы не используем административный ресурс для привлечения туристов на этот фестиваль но вот Сарапанная радио и видимо социальные сети очень популяризируют этот фестиваль уже в этом летом этого года без использования административного ресурса у нас порядка семиста человек там ну не только те кто участники фестиваля но было много тех людей которые просто хотели посмотреть присмотреть что там нужно сделать так что мы приглашаем вас тоже принять участие в этом таком интересном деле в республике развивается сеть гостевых домов и агроэклассандр начиная тоже ведущая тенденция и в мире такие уникальные традиционные гостевые дома с элементами традиционного быта Дагестана они у нас находятся в самых таких этнографически интересных местах местах народных художеств промыслов и вот собственно говоря даже Кужухов когда мы разрабатывали наш маршрут он попросил чтобы проживание в горах особенно было именно в гостевых домах поэтому мы сегодня очень большое внимание уделяем именно развитию гостевых домов с тем чтобы люди могли посмотреть и быть наших жителей в республике проводится большой комплекс мероприятий направленных на развитие внутреннего и весного туризма привлечение граждан к активным занятиям туризма продвижение дагестанского продукта на общероссийский международный туристский рынок я уже сказала мы сегодня ежегодно проводим международный фестиваль экстремальных видов спорта и туризма и рыда в которых принимают участие Санкт-Петербург приключенческие гонки дальше международный фестиваль этнокультурного и познавательного туризма журами посвященный жизни и творчеству нашего выдающегося гонкистанского поэта как его называют поэта аула поэта планеты и аула Расула Камзатова международные автопробеги ну у нас традиционно в сентябре большой комплекс мероприятий проходит посвященный этому нашему выдающемуся соотечественнику и вот туризм тоже имеет свою нишу в этом плане Республика предлагает организованные туристские маршруты различные экскурсионные программы подвески примечательствами значимых местах Республики где каждый гость может выбрать для себя наиболее интересную программу это это эффективные маршруты экстремальные виды туризма охота рыбалка отдых на песчаных пляжах Каспийского моря все маршруты проработаны инструкторами и организаторами с учетом безопасности туристов распределения сил максимальным охватом интересных мест и комфортностью пребывания на маршруту Дагестане можно не только отдохнуть подлечиться увидеть и познакомиться с уникальной самобытной культурой его народа попробовать экологически чистые продукты но и делать выгодное инвестирование средств такой бизнес как туризм и воду Одну из главных задач по дальнейшему развитию туризма и отдыха мы видим привлечение отечественных и иностранных инвесторов по оценкам международных и российских экспертов именно рекреационная зона республики наиболее привлекательна для инвестиций сегодня можно развивать строительство малых гостиниц только за последние два года построено более 15 малых гостиниц в республике на территории республики осуществляется реализация инвестиционных проектов Магарин Дисавич сказал несколько слов об этом может быть потом подробнее на побережье море в Кислярском районе это создание туристско-рекреационного комплекса Золотые дюны в селе Некрайновка байнеологическая туристская база живой родник в селе Некрайновка туристско-рекреационного комплекса на берегу озера Большого Чеполь Дербенском районе реконструкция туристского центра Золотые пески это тоже на побережье Каспийского моря в Каспийском районе создание туристско-рекреационного озера комплекса ОМА все эти указанные инвестиционные проекты они вошли в федеральную программу ну и вот на территории республики оставляется также комплекс мероприятий по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа два крупных проекта в одном плане реализуются это первый всесезонный туристско-рекреационный комплекс Матлас в Кунзамском районе республики Дагестан инициатором которого был Магомед Исаевич Исаев и Каспийский прибрежный кластер на территории муниципального образования Городогенский район Городогенский Дербенский Магродогенский район это пять районов республики но они очень взаимосвязны эти два кластера реализация проекта Матлас подразумевает создание гостиничных объектов а также строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках проекта предусмотрена закладка лыжной трассы строительство отеля разных категорий ну и так далее создание Каспийского прибрежного кластера позволит эффективно привыкать туристам в летнее время а также обеспечить круглогоничных функционирований туристских известных отраслей что в свою очередь положительно скажется на уровне занятости местного населения ну и чтобы может быть визуально более колорит на более ощутимо представлены наши туристские возможности туристские я хотела бы попросить вот Володя там в фильме есть на русском языке там написано короткий фильм о туристской регуляционной возможности Дагестана буквально пять минут можно будет вот в этой же папке в этой же папке на русском языке там написано как вы поняли с презентацией туристских возможностей Республики Дагестан выставил заместитель министра по развитию туризма и народно-художественного промысла высоких мест Халимбетова Жизематма Халимбетовна Дедушка а почему ты лифтар дедушка и почему же лифтар я в свою очередь ищу как лифтар сейчас твоё время пришло ты же у нас молодой клетки орёл к лифтар открытый все и уже попова его и и а и в и и и и и Шелчужина России 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 Шелчужина Шелчужина России Шелчужина России Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 У нас даже в 2015 году за 300 рублей сдавали, значит, какой-то, что называется, да, просто. Ну, разное есть. И есть, там, и за 5 тысяч, конечно, премиум класса. И тоже, я хотела бы, пока я не знаю, что сказал походу, вот арестанская баранина, вы знаете, это предмет. Вот сегодня вся беломногие, Азербайджан пытается все закупки делать мясо, и особенно баранина в Дагестане. Потому что баранина выращена в Дагестане, и баранина, скажем, выращена в другом регионе, тоже разный вкус имеет. Вот, значит, тоже. И на варёболк, да. Да, и я, как я, в Силософии. Вот, собственно говоря, мы в Бирбаш, а? Скажите, пожалуйста, можно ли вопрос? Из-Бирбаш, как у вас город Из-Бирбаш? Последний год, самый лучший пляж и самый лучший гостиниц последние 2-3 года только Из-Бирбаш из-Бирбаш. Там единственное, еще плюс, и термальные воды, и лечебные воды тоже там находятся, поэтому, и в самом деле, используются для обеспечения, для обеспечения. Потому что я по первому образованию врач, и вот мне интересно, что вы делаете там. Да, да, да. Саундель, именно все термальные воды прямо внутри начали, и бассейн, и грязелечения, и там же уже гостиницы стоят. Ну, последние года 2-3, как из-Бирбаш, не где-то развивается туристический реактор. Это очень хорошо. Можно? Саваняров, главный рактор журнала про АТЭ. Как вас доходит? Нет, это было. Эта разница вековая, она узнала о том, что у вас есть вести программы. И вот мне интересует вопрос, входите ли вы в федеральную целевую программу Юг России? Это первый вопрос. У нас по росту лифм у нас идет, в эту дуну у нас вошло 2 объекта. Это сам Маури, если только город, Аратийский район. У нас там, наверное, такое строение, это самые мероприятные проходы. И, если я не ошибаюсь, только в день, по-моему, два часа экологические. Там форелье хозяйство, там имеется в виду на гордой долине, там мы взяли где-то около 5 гектаров земли, посадили там, вот в каждой террасе разные, там абрикосы, там слива, персики. И она подпирается в Нью-Йорк и Нью-Йорк, и внизу по району хозяйства, это прямо в горах, ну, на Руссо-Аварском кассе. А то, что касается остальных 5 проектов, это «Золотые пески», инвестиционный проект, то, что там показали. В общем, 7 проектов у нас по распоряжению идет. И по короткам Северного Кавказа, в этом году, 12 декабря, подписано соглашение. В какой-то корпорации, да? Вам Матлас. В какой-то корпорации, да? Конечно, конечно, конечно. У нас 5 районов, Бербенский, Тарабудалкенский, Кайкенский и Магаровкенский районы, в 5 районах ходят, особо экономический район. И еще один вопрос. Вы говорите, что у вас есть иностранные инвестиции, да, они управляются. Это у нас журнал про гостиницы. Иностранных инвестиций на сегодняшний день нет, но основные у нас инвесторы – это побережье Нафт-Москва, Керимов. Ну, значит, иностранных инвестиций помогает. И Сома, а Макласу, заявление, иностранные инвестиции. Они осваивают грузовскую должность. А так и иностранных на сегодняшний день месяц. Возможно, это развитие туризма, туризма. Уникальная возможность по Каспии из Дагестана, по Азербайджану, Пимистану, Ирану. Вот, подумайте, что мы возьмем место для Азербайджану. Вы, наверное, помните, мы где-то с вами и встречались. Я и Питер приезжал, именно тогда «Единая Россия» проводила здесь сторону именно по морскому туризму. Ну, это наша, на сегодняшний день, самая такая мечта, чтобы быстрее его восстановить. Мы его упустили в свое время и потеряли. Ну, не будем это сами, когда чуть-чуть ситуацию поменяли после 1991 года, когда военные корабли и пограничные корабли решения, нам пришлось в морской порт, в порт Пассажирский под них отдать. Они свое слово пока не держат. Они обещали построить там Пассажирский порт, но в республике, если честно сказать, не хватает на сегодняшний день членства, его построить. А порт Тернинский? Нет. Он не посажил торговый. Мы работаем на ветре, у нас не куча. Там есть перспективы и с Ираном, они тоже с Ираном вот предложения они носят, и с Азербайджаном. У нас с 16 до 19 февраля поезд координат, и как раз по этой часу по развитию ЖКС, которые мы будем на руках. Вы извините, я хотела, извините. У меня два вопроса. Во-первых, случайно или специально получилось замечательно, что звезды футбольные самой высокой величины поднимали бадестанский футбол. Насколько это привлекло туристов к вам и дало славу. И вторая вещь. Вот Римана Ильдам не даст даже разобрать. У нас есть большая красота, история и так далее. У нас есть огромная масса туристов, которые настолько заботно работают, что им ничего не надо. Им надо песок, пляж и 10 дней они на море, ни туда, ни сюда и так далее. Как у меня есть ситуация, что русские туристы, советские, ну российские туристы лишились всех пляжей. Египта не стала, Турции не стала и так далее. Вот Сочи дороговато. Насколько, скажем, Дагестан сейчас может развить, вот именно создать возможности для этих туристов. И немножко, вот я посмотрел картинки, красивые фильмы, вот море и так далее. Насколько теплое море, мы же не знаем этого. Насколько пляжи песочные, чистые, насколько теплое море во время сезона и так далее. И какие перспективы, чтобы вот эта часть таких особых туристов могли бы лежать на берегу и свои морские приключения удовлетворять? Ну, в самом деле, пока мы сами его не увидели. Я за то, что мы будем вам говорить, что это хорошо, 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 но это ничего не получится. Я не хочу приехать, мы хотим вам предложить, вот мы тоже операторились, что мы сами приехали, да и посмотрели, там, где Ажиго-Сыночки, Розайцево, где кушают, не имеются, да, рестораны, бизнес-карты в Мастан-Глобоке, вот никаких проблем нету. Два-три года тому назад та ситуация, которую говорили с людьми, и в течение полтора года, вот как быстро это все изменилось по отношению и к туристам, и именно этот турбизнес, когда населенно развивается, это совсем другой. Что касается теплого моря? Ну, теплое море, ну, давайте, вот, она же погода тоже гуляет, но не от нас зависит, но начиная где-то, вот лично я, ну, умею тоже купаться, хотя и времени тоже не хватает, ну, где-то 20 мая, где-то октябрь месяц, если время получается, с такими можно, имеется в виду, купаться. У нас сейчас Сувакский дом, вот, кемец-завод, уже начали практиковать, как, имеется в виду, Анталии, море, если, допустим, там душует, еще какие-то это самые, начали уже бассейны строить, и это тоже уже нормально уже практикуется. Каждое нормальное рассылочное хозяйство, пока все условия не создают, сейчас у нас такого уже нет. Ну, надо работать еще, еще надо работать, конечно, до Анталии, до Египта, до этой самой, нам еще далеко, надо откровенно говорить, но те расходы, которые мы там оставляем, если приехать, допустим, 10 дней в Дагестан, отдых и удовольствие, которое получаете, за эти же цены, если сравнить, это разные вещи. А про футбол? Футбол, не знаете, да, Анжей, ну, гремело, да, это очень тоже иногда плохо бывает, ну, моментально чемпионом когда становится. Но тот период, я не скажу, что, конечно, там фанаты есть, они бегали, они нет, они летают, там 15, 20, там 100 человек, они за свою любимую команду куда угодно летят, но когда Анжей в свое время гремело, когда вот именно «Звезды» там играли, ну, начиная с Таруку, весь Северный Кавказ, ну, сидеть вместе, в основном. Северный Кавказ, ну, 25 тысяч человек, 25 тысяч, да, полностью, даже за эти месяцы не было, ну, и потихоньку сейчас уже дома набирают обороты, ну, вроде, сейчас восстановили все это все. Спасибо. А море теплое, у нас меньше, если ниже 27 градусов, вообще у нас не разрешают, вообще, это самое, там, в наших детских оздоровительных лагерях, ниже 27, там продлевается, ну, это можно смотреть всегда, это самое, до 35 градусов тоже продлевается. В Кишловодске 315, в Дагестане пока вот 264. Уважаемые коллеги, я тоже пару слов хотел бы сказать, если вы не разрешаете, я представитель Республики Дагестан, здесь Петербург, мы давно уже здесь, и находимся на Соворосном проспекте, дом 39, поэтому вот то, что сегодня происходит, я считаю, моя мечта, в советские времена мы принимали до 500 тысяч туристов по 10 всесоюзных маршрутах, 40 тысяч детей отдыхали в Дагестане по линии спутник, и вот моя мечта, вот, чтобы мы все вернули вот тот турист, который был в Дагестане в те годы, мы все знаем, что произошло с Россией, с Советским Союзом, и все, вся эта беда до сих пор отражается на Дагестане, вот, поэтому если вот мы сегодня наших туристов не в Турцию обогащать будем и Египет, а направить свои регионы, где все условия в пять раз лучше по климатическим условиям, но нет, может быть, инфраструктура еще, но те деньги, которые наши россияне вложили в Турцию, выезжая туда, вложили в Дагестан, там был бы цветущий край, поэтому, я думаю, здесь в нас не должен быть патриотизм, и для того, чтобы вот все это восстановить, надо, я вас прошу, я ваш первый помощник, если будут какие-то вопросы, значит, я на Суворовском проспекте дом 39, телефон тоже запишите, значит, 8, ну, 271-16-12, и 275-92-53, 271-16-12, 275-92-53, просто, почему я так эмоционально говорю, во-первых, Дагестан, Малачкала, Петровск, основу Петербурга, Петербурга, основу Петрова Великого, вы знаете, слово Великое, вы были в Дагестане, как они о Дагестане писали, я хочу, чтобы вы вернули, вот, наших ленинградцев, значит, у нас есть гостиница Ленинград, когда было трясение в 70-м году, ленинградцы пришли на помощь и построили лучшую гостиницу, и сегодня она самая лучшая. Поэтому, плюс, если я еще одно подобрать момент, социальные путевки, у нас в Петербурге огромное количество детей, которые нуждаются в воле, которые болеют, там, и так далее, вот, и дети, мы могли бы таких, на кого бы, принимать, вот, сейчас мы над этим вопросом тоже в руководстве республики работаем, потому что там и колясочников могли бы принимать, и так далее, потому что золотой песок, 530 км золотого песка, нигде такого берега нет в мире, кроме, ну, у нас на Дагестане и на Кубе, поэтому, вот, вот, эта ценность большая, мы по золоту ходим, получается, у себя же в России, значит, и это золото, вот, там, по ногам валяется, вот, поэтому, когда была делегация, в Петербурге, надо точно эти делегации, с Ухэйбер, с нами ездили, мы говорим делегации, и с Кронштадта были 8 человек делегаций, они жили в Ухэйбер-башне, и шикарные условия, ну, две тысячи рублей, то есть, значит, вот в этом Ухэйбер-башне, с трехразовым питанием, с бассейном прямо на верху моря, Косевопея, да, значит, прибой, турбаза, там, постоянно забита турбаза-прибой, и такие, там, газпромовские есть комплексы, где могут отдыхать в частном, то есть, эти, когда хочется, в более спокойном условии, поэтому, плюс я еще что хотела бы сказать, Патронный есть, представляю, программа по инвестициям, вот я уже почти уговорил руководству города, что вы построили для своих жироводников комплекс в Дагестане, прямо на территории, где есть комплексы нашей проекции, значит, я думаю, что со временем будет построена и резиденция головы России в Дагестане, еще когда был Миквенев, эта проекция стояла, мы сейчас вот с этими условиями, значит, поэтому, и это тоже отличается, и плюс, я просто хочу сказать, что у нас очень давние русские отношения, мы очень любим Ленинград, Петербург, жители, мы когда видели, я заход, я на окончание вуза в Рожелом Дагестане, мы когда Ленинградцев видели, мы их, значит, специально просто приглашали в гости к себе, чтобы, уважая Ленинградцев и так далее, поэтому очень хочу, и вопрос безопасности. сегодня абсолютно спокойно, в Дагестане, там, где идут свадьбы ежедневные, я думаю, это показает того, что там никаких проблем нет, сегодня говорится, что где-то спокойно, но против Дагестана очень долго и года работала Турецкая республика, чтобы не в Дагестане отдыхали, а от нем ездили, огромные деньги вбивали террористов, чтобы создавать всякие проблемы, но сегодня этого нет, сегодня намного спокойнее в Дагестане, чем в любой точке России, даже и не говоря о других там, заграничных вещах, поэтому эмоционально моя просьба быть патриотами, агентировать наш народ, ехать в Дагестан, мы тоже подключимся через заводы, через эти все мероприятия, я не знаю, может в профсоюз живы, не живы, не знаю, но через профсоюз мы лишь что-то делать, тем более вот такие цены на, плюс мы, я даже готов был сформировать детей, детдомовских, детей без родителей, вывозить в Дагестан, мы уже эти вещи тоже практикуем, у нас, допустим, Кронштадт и Дербент поопротивы, Хасаю и, значит, здесь центральный адмирал-сельский район, Выборгский район поопротивы, дети, безвалютный обмен, наши дети приезжают сюда, Дагестерские дети едут туда, вот это тоже можно практиковать, поэтому масса возможностей, давайте вернем в Дагестан нашего российского приста, чтобы там был, и наш народ стал жить в пути, потому что работы нет, потому что нет заводов, у нас все заводы военно-промышленного комплекса, теперь вся ЛИПа не работает, и, соответственно, нет работы, и молодежь подрастает, заканчивает вузы, а работы нет, это важная проблема и очень большая проблема для руководства. Будем раздавать туристам и все остальное тоже пойдем. Спасибо, что наше время, что мы вас приглашаем в Махачкалу, мы к вам в гости не будем приезжать, мы сами тоже будем приезжать. Здравствуйте. Да, наоборот. Второй руководитель преспублики представитель Сахайбеков, из-за где застал еще? Болковник, совет российской армии. Ленинградского военно-округа, в зале, в первую руководитель преспублики, в первую руководитель, в первую руководитель, в первую руководитель, вот, что я хотел бы сказать? По этим вопросам вы можете обращаться, есть сайт, есть электронная почта, есть телефон, я вам дам всем такие вещи. Все не с тем, что наша встреча, как происходит, эконом событий, это полное освобождение Ленинграда, фашистской блокады, хотел бы вот просто подчеркнуть, порядка 10 тысяч дагестанцев сражались, защищали Ленинград. Это в прошлом году память открыли две стелы, две стелы, памятные стелы. Это на Синявинских высотах и на Невском пляточке. И наши поисковики, ну, случайно нашли орган Красной Звезды. И по этому органу Красной Звезды нашли нашего земляка Мехраба Ибрагимова. И в связи с этим была сейчас открыта большая экспозиция людей в школе, которые вместе с ним курируют дивизию. Он сражался в дивизии, которые сейчас, как-то, как-то приезжают и являются в памятнике, 138-я бригада отдельная Мотосвердкова. Вот они, когда сражались, вот, 30-е страны, потом 45-е и так далее. Такая история. И в прошлом году открыли ему память. Ему и всем, а его однополча. Порядка 1200 человек похоронены в Пискаревском кладбище. Открыли у нас памятные плита. Уже более 10 лет назад открыли. Поэтому, как бы, заключаю, хочу сказать, что Ленинград и Дагестан, это для нас родные, потому что здесь пролили кровь наши отцы, деды. Мне отец сражался в годы Советско-Кринляндской войны и ее многие. Если говорить, как бы, современные, да, вот, что здесь такого связано с Дагестаном, вы знаете, дар вино за волк. Это будет исполняться 80 лет. В 1936 году был создан алиментом Сафаралиевым, получив партийное задание. Приехал, сажал этот завод. Он сражался здесь, на Эмбамском плацдане, был ранен, награжден. После него продолжает, слава богу, жив и здоров, его сын Сергей Томмитович Сафаралиев. То есть, если так продолжат, очень много таких тесных связей у нас и Дагестана, и Санкт-Петербурга. Давайте эту дружбу укреплять, давайте работать на Россию, на нашу родную страну. Вот, ездить, посмотреть, рассказывать. То, что от меня нужно будет помочь. Я вообще, как я сказал, говорил, давайте в журналистский полк, поедем туда. Это тоже, как он говорит, давняя мечта, меня тоже давняя мечта. Поехал, посмотреть и потом уже рассказать вот здесь. Чтобы вот, да, мы побывали, посетили и увидели вот это своими глазами. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить представителей Дагестана, что вы наконец-то урались для нас. Спасибо вам большое. Но те, кто жил еще в советское время, очень верно, ну вот, как я, собственно, хоть прям, главное, но все-таки видели ваши удивительные места. Но, во всяком случае, я как альпинист побывала на Афгазии. И хотела бы непосредственно представить всю вашу красоту и все ваши возможности нашим всепорским туристам. Я понимаю, что вы сделаете, несомненно, пресс-тур, но хотелось бы, конечно, пригласить еще и операторов, туристические фирмы. Потому что, конечно, журналисты пишут, несомненно, очень красиво и не привлекут индивидуальных туристов. Но основной этот поток делают туроператоры. Поэтому хотелось бы, чтобы вы не забыли нас, петербургских туроператоров, и сделали рекламную турнику посредственно для нас, чтобы мы могли заразить вот таким же аппетитным желанием побывать в вашем прекрасном Адрагестане. Прекрасная идея. Спасибо. Спасибо. Необязательно. Мы будем добывать один правильный туристический форум, это самое интересное время будет. Мы подумаем, как если и журналисту, и оператору, кому интересная республика, всех пригласить. Ну, еще бы вы не очень довольны. Я хочу сказать, я уже начала с того, что у нас есть соглашение подписано. И в рамках этих соглашений есть план реализации взаимодействия нашего комитета с Министерством традиций туризма Тагестана. И там, ну так как у нас это стала традицией, это взаимно проводить промо-туры, безусловно, и пресс-туры. Я вот как раз рассказывала и говорила, насколько это эффективный способ. Особенно, как вы видите, цена настолько привлекательна, даже по условию, что там 5 тысяч стоишь, или даже 10 тысяч, перелет, 3 часа лета до Махачкалы, да? Нет, меньше, это 3 часа, то есть по весне это совсем немного. И при этом, я хочу сказать, солнце, глубое небо, экологические продукты, коньяк дагестанский, да, коньяк дагестанский, гастрономический тур, о котором мы говорим. У нас свой коньяк, Горбет. И тем более он настолько многоплановый. И вот сейчас только что говорили и обмен социальным туризмом. Это вопрос касается и детского туризма. То есть оно многоплановое. У них есть что посмотреть, есть где размечиться, есть что попробовать. Это, конечно, очень важный фактор. И поэтому, конечно, я считаю, это имеет огромное значение, что в самое такое время, это, я считаю, актуальное время, и вовремя вы показываете свою туристскую астинацию, в то время, когда у нас сейчас все спрашивают, куда должны ехать и отдыхать жители Санкт-Петербурга. И мы все прекрасно понимаем и знаем, что Египет, и Турция, и Турция, это были как раз, скажем, такие экономичные поездки для основной массы жителей Санкт-Петербурга. Но по той красоте, которая есть, я думаю, Дагестан, в общем, есть альтернатива тем туристским дистанциям. Ну, кто любит чашляки, в этом году мы будем проводить фестиваль чашляков в Дербенте, так что готовьтесь. Вы сказали, что бараны у вас самые лучшие. Санкт-Петербурга, это не громкие слова, кто бы ни приезжал, куда бы мы ездили, ну, дагестанская, конечно, и горятки, и бараны, и рыба, и луни, и славы, и с другими дизайнами. Раз, осетрина и белуга, это Дагестан, икра тоже это Дагестан, коньяк, это тоже Дагестан. То есть, мы просто не говорим, но, наверное, многие из вас знают это все, это средоточение вот всех изысков гастрономического туризма. Ну, и кроме того, главой поставленной задачи, там есть у нас 7 приоритетных программ, которые мы работаем, один из них по развитию АПК в течение двух лет, хотя бы полгода тысяч тонн в горные порыди. Мы сейчас начали уже горные районы, бассейны, порыди хозяйству создавать. Это тоже у нас вообще, если сегодня я цель посмотрел, ну, килограмм 250, примерно, вот, порыди у нас стоят. Да, в Москве я смотрю, где-то 728, где-то, 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 где-то. Как? 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 Это у нас в Кизлиарском районе открыт отитровый завод, 500 тонн продукции будут выпускать, и уже икра из этого завода продается в гостином в городе. Государственная, настоящая икра черная. Как раз я хочу поехать сейчас попробовать и посмотреть. Сексперт. Я хотела бы воспользоваться нынешней ситуацией и сказать, что Комитет по развитию туризма с 26 по 29 января на площадке Ленэрспа, это 4 павильон, проводит мероприятие, связанное с импортозамещением в области туризма. Куда мы приглашаем, именно приглашаем регионы, вот, наверное, все уже вам отправили по ним, я всех вас приглашаю прийти, послушать, посмотреть. Там много будет презентации различных регионов, каждой своей продукции. И вы как раз посмотрите, увидите, сопоставите и определите, куда же лучше летать, где цена, качество соответствует тому, что нам предлагается. Комитет по развитию туризма. Комитет по развитию туризма. Комитет по развитию туризма. Комитет по развитию туризма. 45 туристических предприятий. У нас два федеральных корпоратора. То есть профессионально заниматься буквально подчасовым, если речь на туристском маршруте, или если вам будет разрешение, соответственно, с профилем болезни. У нас есть профессионалы этой отрасли, 45 туристических предприятий. Либо через эти предприятия, непосредственно на нашем сайте вы можете. А санатория, пенологические центры, они работают напрямую и все равно через операцию. И на пенуру вот так далее. Вот санаторий Каспий, вы обратите, вот этот сайт посмотрите, в принципе уже круглогодично работает. Все, если честно сказать, вот в этом году сложилась такая ситуация, мне нужно было приехать в друзьях, два номера, я работаю в заместительном председателе, я его там не мог найти. Настолько такая напряжение, это самое дело. Так что, да, у вас на сегодняшний день, вот особенно поближе, особенно именно то, что касается курортных и биологических мест, и Толги, и Крайновка, и Каспий, и Кайке, очень хорошо понимаю. У вас есть санаторий, музей костылей. То есть на костылях люди проезжают, приезжают без костылей. У нас есть, можно, да, вот по полу санаторного родного, например, в высокогорном, не только побережье я имею в виду, в высокогорном районе, вот Гунинский район, там на высоте 1700 метров на туровом море. То есть уникальная вот такая микро-середа, где дети больные бронхиальной астмой привозят, значит, вот в эту местность, пребывание в течение месяца, излечиваются дети полностью, если на начальной стадии заболевания бронхиальной астмой. То есть даже без медикаментозного лечения. Это уникальные санаторно-курортные места, там, значит, в Ахтынском районе тоже вот действительно на костылях люди приезжают, оставляют костыли и уезжают. Но, в принципе, эту информацию вы можете получить и на сайте, сейчас уже мы, вот несколько, наверное, неделя-две, мы будем его немножко менять, наш сайт, но вы на сайте Минтуризма Дагестана тоже можете всю эту информацию получить и по профилю, и по возможности. На сайте Минтуризма Дагестана тоже есть. Минтуризма Дагестана тоже есть. В округе, там, тысячи километров ничего нет, потому что все натурально. Ну, я так понимаю, что лучше один раз увезти, чем сто раз услышать, да, на сегодняшний день? Ну, вот на туристический форум, мои битвы. Давайте вот с вами подготовимся, вы получите такую команду, и сам отпикили к нам, буквально два-три дня, и борете, и море, и посмотрите, и после этого уже легче будет. Вы делаешь ресторан нам представительство, а мы там сарабируем делегацию и поедем на горизонт. Вы предложите, не только, чтобы, как, значит, пресс, но на форуме, поскольку мы говорим об обоюдном интересе, да, то есть вы знаете, с тем, чтобы, может быть, принять участие в форуме, как экспоненты даже, потому что у нас регулярно выезжают группы и школьные, и студенты. У нас же очень много, у нас почти миллион школьников и студентов. Это ваши потенциальные туристы. То есть, если приехать туда, выставить, скажем, можете, единый какой-то стенд сарабируемого, это будет взаимно интересно. То есть, мы вам покажем, вот у меня конкретная совершенно римма наивна. Вот давайте мы это предложение... Хорошо. Хорошо. Ну, поэтому, если, тем более, бесплатно предложить на стенд, да, так и бесплатно. Так что мы всегда очень активны, у нас туристко-информационный центр, в общем-то, никогда не отказывается от такого формата участия, и вместе с собой мы всегда приглашаем нашу туру отрасль принять участие. Безусловно. Поэтому, я так думаю, мы можем выдавить наших гостей, уважаемых, за то прекрасное. Прекрасная информация, которую мы предоставили, и наш маленький тоже подарочек вам от Санкт-Петербурга. Спасибо. Спасибо. Спасибо.